Всем привет! Мы все еще в Архизе, у нас середина сентября. Буквально через 4 дня у нас стартует очередная гонка, уже четвертая за этот сезон. Это будет эндуро-гонка, этап российской эндуро-серии. Называется она Drop Line Enduro Race. Участники уже съезжаются, начинают раскатывать. Трассы все больше и больше, можно сказать, оживают, но по факту разбиваются. Это тоже очень здорово, это хороший показатель для байкпарка. Ну а мы с Димой решили снять еще одну серию видео о том, как живет байкпарк, как он готовится к гонке и что мы успели сделать за это время. В последнем эпизоде видео из нашего байкпарка мы рассказали о том, на какой стадии у нас строительство зеленой трассы, как мы ее строим. Рассказывали про эти огромные повороты, которые у нас там есть. А уже сейчас трасса фактически построена. Мы вышли на финишный участок, у нас осталось дошепить буквально 300 метров, и мы про них тоже сегодня расскажем. Также мы расскажем про новые срезки. По факту даже не срезки, это уже трасса, натуральная трасса, которую мы добавили в байкпарке. Мы проедемся по ним, расскажем. Ну и также немножко расскажем про подготовку к мероприятию. В целом, как и всегда, сегодня у нас работает несколько команд. Одна из них работает на серном склоне, вот в той локации. Они доделывают финиш в Водолее. Это один из спецучастков предстоящей гонки, эндурогонки. Также еще одна команда работает на южном склоне, строя зеленую трассу. И еще одна команда занимается строительством компаса, что тоже будет к спецучасткам гонки. Все какого-то массивного. Правильно? Да, 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 привет. Всем привет, меня зовут Николай. Мы находимся на северном склоне, финишный участок трассы Водолей. Заканчиваем полочки, контур-уклоны. Все получилось максимально широкое, удобное, а самое главное, безопасное. 83 даже. Тут вообще три траектории. Можно проехать максимально медленно на тормозах по самой широкой. Этот же поворот можно также зарезать прямо через корень. Посмотрите, какая удобная широкая полка. Либо траектория для самых быстрых по прямой. Ух, слушай, ну прикольный трейл получился. Пацаны немножечко поработали, доработали там, где надо. Где-то стало шире, где-то больше упора. И теперь можно чуть-чуть добавить ходов. Как-то так. Давай, 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 Серега! Сейчас мы находимся на южном склоне трассы или трейл под названием Компас. Нижняя его часть, которая выходит на горнолыжный склон, здесь очень уклонистый траверс с корнями и хорошим антиуклоном. Наша задача в очень короткие сроки сделать здесь удобный упор, как всегда, чтобы это было все с кайфом, с комфортом и максимально безопасно для всех участников. Какой же мне так? Надоело кататься, решил вот построить немножко. Строить, это же тоже классно, как и кататься. То есть ты просто взял, типа катался, увидел, что ребят копают, решил? Да, не удержался. Вижу инструмент, соблазнил меня. Хорош, да, причиню. Ну, немного не хватает шейперов. Сегодня все у нас отдыхают ребята, готовятся к гоночке. Предстоящий. Проблема, как таковая, заключается в антиуклоне, на котором нужно построить полку. Грунт очень крепкий, здесь нужна кувалда, наша любимая Машенька, без нее никак. И острые колышки, за счет которых можно предварительно зафиксировать бревна и потом уже все это дело уплотнить землей. Ну и плюс, соответственно, все щели, которые останутся, закрыть нашим любимым лежащим сухостоем. Сухолежем. Как я уже говорил до этого, я с большим уважением отношусь к компаниям, которые поддерживают спорт, особенно экстремальный спорт, и, конечно же, наш спорт. Поэтому хотел бы еще раз поблагодарить компанию INVOC. Они производят энергетические напитки. Они уже весь сезон поддерживают байкпарк и нашу команду, за что им огромное спасибо. Если вы хотите купить этот напиток себе домой, то можете перейти на Озон, ссылку мы оставим в описании, ввести промокод КУНАЕВ25, и вы получите скидку 25% на ваш заказ. Кстати говоря, в руках у меня не просто так баночка фиолетового цвета, вкус голубики. Мне больше всего нравится из ассортимента INVOC. Ну а в целом, вы можете попробовать каждый из них, поэтому переходите, заказывайте. Надеюсь, он вам понравится. Мы подъехали к одной из точек, откуда стартует новая трасса. Называется она рубильник, и не просто так. Это будет черная срезка с перепадом больше 100 метров. И линии движения по ней примерно как у рубильника, вниз, просто вниз. Есть несколько полок, которые принимают. Я думаю, что будет интересная линия, подойдет для тех, кто уже хорошо катается. Но в целом на первую часть может будет отрабатывать контроль на уклоне, для тех, кто в процессе обучения еще находится, не для начинающих. Мы здесь поставим указатель. Вот на этот шор, точнее шор, на это упавшее дерево мы добавим шор. Вот оттуда сначала он будет узенький, потом расширится. И отсюда сделаем дробчик для тех, кто прям хочет начать по-серьезному, с хорошей скорости, чтобы не разгоняться отсюда. Хотя, конечно, основная задача здесь оттормозить. Буквально вчера мы закончили расчистку и подготовку этой линии. И уже сегодня я ее прикатал. Поэтому с Димой мы подснимем и покажем, как она выглядит. Мы стараемся добавлять трасс разного уровня. То есть мы добавили новую зеленую, длиннющую, широченную. Естественно, для тех, кто хочет что-то более сложное, а такие тоже люди у нас есть, мы добавляем такую срезку. Буквально вот в 50 метрах отсюда есть еще одна срезка, покороче. Называется она лифт. И она подготавливает вот к этому рубильнику. Мы выехали с новой трассы, срезки. Называйте, как вам нравится. Она еще в самой ранней стадии. Мы только вчера доделали. Сегодня вот я сделал один пробный спуск. Сейчас мы с Димоном подсняли немножко. Она сильно изменится, я думаю, даже к концу этого сезона. А в следующем году вы ее не узнаете. Она станет абсолютно другой. Появится много траекторий, появятся упоры, какие-то микропрыжочки. Хотя на таком уклоне довольно рискованно, скажем так. Мы чуть-чуть изменим выезд на трассу. Сейчас она выходит на трассу зеленую, Большая Медведица. Кстати говоря, по поводу названий. Мы полностью сейчас переделаем название трасс. Мы переделаем навигацию. Потому что мы хотим, чтобы она была более удобной и более доступной. Но об этом мы напишем в своем телеграм-канале. Поэтому если вы еще там не состоите, то обязательно подписывайтесь. Потому что все основные новости выходят именно там. И на сайте Байкпарка, который довольно легко найти в любом поисковике. В связи с тем, что мы меняем структуру Байкпарка, нам необходимо менять и навигацию. У нас, например, появляется длиннющая зеленая трасса, которая полностью по контуру пройдет всю гору. Она будет очень длинной. И пересекает, например, старую зеленую трассу, которую мы переводим, например, в синюю. Потому что по уклону она синяя. Сверху она будет называться, ну, новая синяя Малая Медведица. В зеленую новую будет называться Большая Медведица, как и была. А вот этот кусок, это как бы нижняя часть прошлой синей трассы. Точнее, прошлой зеленой, а нынче тоже синей. Будет называться гребешки. Потому что она с тормозными волнами. И отсюда же стартует еще один трейл. Большое спасибо за него Диме Загремелу. Он его проложил. Мы его немножко дошепили, добавили полочек, подрасширили. Он стартует вот отсюда. Называется Медвежонок. То есть, это назовем так Медвежья зона. Потому что все названия связаны как-то с медведями. Но это скорее отсылка, на самом деле, к созвездиям, нежели к животным. Но вот оно такое, так замиксовалось. Чуть позже я более подробно расскажу про этот трейл. А этот трейл, на нем есть 15 метров набора. Вот мы стартуем здесь, потом небольшой набор. Он довольно простой, заезжается легко или заходится буквально за пару минут. И затем начинается синий, приятный, натуральный трейл. Такой между деревьями, по хребту. Очень красивый, с выездом прямо на финишную поляну. Но, опять же, расскажу подробнее позже, когда мы его доведем до ума. Но уже сейчас ребята его гоняют. Он готов абсолютно. Я сам его часто езжу. Поэтому, если вы здесь, то можете сюда заезжать. Стартует он вот отсюда, вот на этом пересечении. Мы подъехали к нижней части зеленой трассы. Она еще не открыта. Мы ее доделаем, хотя этот сегмент уже довольно давно готов. Здесь у нас мост стоит, порядка 20 метров длиной. Его задача сделать проезд над заболоченным куском. Сейчас он не так сильно заболочен, как весной. Весной здесь прямо вода стоит. Там ручеек. Поэтому мы стараемся закрывать все вероятные места выхода воды вот такими мостами, либо трубами. Если там довольно локализованный, скажем так, кусок речки. Для мостов в Архызе мы используем 50-ю доску по толщине. Это довольно жесткая, плотная доска. Почему? Во-первых, понятно, она хорошо держит нагрузку. Ну и, во-вторых, причина за мной. Вот там находятся лошади. Их здесь крайне много. Они задают нам очень много проблем. Они гуляют на свободном выпасе. И только вот мы что-то сделаем, они сразу туда прям бегут. Такое ощущение, что они прям чувствуют. Ага, дорога, пора. И вытаптывают все, что нам можно. И в частности, ломают мосты. Поэтому нам приходится стелить толстую доску. Мы подошли к зоне, где зеленая новая трасса пересекает черную трассу, которая называется у нас темное сияние. На самом деле, довольно сложный участок. Мы провели много времени здесь в поисках наиболее лучшей траектории. Но пришли к тому, что мы построим просто огромные трамплины с мостами. У нас призем со степдауна, поворот, прыжок метров на 15. Внизу принимает огромный контур, затягивает на эту стенку. И со стенки дроп. С возможностью объезда. Довольно хорошая линия. Мы начали строить ее маленьким экскаватором. 3,8 тонны. Но такой объем грунта он не вывозит. Поэтому мы решили 15-тонник нанять. И сделать им. Поэтому сейчас мы закончим с той трассы. И приступим к этой. Надеюсь, что в этом году мы успеем ее заделать. Но если нет, то в следующем году здесь будет классная эйрлайн. Мы подъехали к еще одному месту, где у нас... Ну, были вопросы, скажем так. Это пересечение красной трассы. Она сверху. И зеленой. Естественно, перескать эти трассы на одном уровне невозможно, неправильно. Поэтому нам нужно было либо построить мост деревянный. Но мы решили сделать вот так. Мы прокопали под красной трассой тоннель. Вот он. Высотой более 3 метров. Очень высокий он получился. Под наклоном, чтобы вода не скапливалась. Посмотрим, как он переживет первую зиму. Возможно, потом добавим здесь еще доски, чтобы это не осыпалось. Но, учитывая, что это место уже здесь стоит порядка 7 лет, оно довольно сильно утрамбовано. Поэтому, возможно, и не потребуется. Плюс камни. Они не сильно сыпятся. Сверху у нас мост, через который проходит как раз красная трасса. Мы решили воспользоваться мостом с вылетом. То есть у нас грунтовый вылет. И такое же грунтовое приземление. Вылет у нас с минимальным радиусом. На 2 метра буквально 10 сантиметров прогиба. Это очень мало, поэтому он очень безопасный. Долетается легко, долетается ходами. Если немножко поддернуть, то можно полететь подальше. Но перелететь его, это нужно очень постараться. Тот, который здесь был раньше, он был слишком резкий. Мы его полностью убрали. Для того, чтобы этот трамплин функционировал безопасно, нам пришлось переделать и весь подъездной участок. Раньше траектория шла вот тут. Это очень большая скорость за 60. Естественно, на таких ходах прыгать маленькие трамплины это небезопасно. Нужно строить огромные, большие трамплины с большими радиусами вылетов. Поэтому нам пришлось все обвести. Увести это все вправо по ходу движения. Там сделать несколько поворотов. И завести сюда. Теперь средняя скорость движения в этом сегменте около 25-30 км в час. Это нормально, абсолютно безопасно. И долетается ровно в приземление. Вот, кстати, мы дошли до ребят, которые шепят нижнюю часть зеленой трассы. И мы сейчас к ним как раз и пойдем. Мы доехали до места, где работают ребята. Это правый контур-уклон уже в нижней части. Но он был не очень правильный по градиенту. Поэтому сейчас они досыпали. Сделали его более пологим. Доделают начало. И все, как бы будет топчик. Саня где-то там. Экскаватор, наверное, тоже вы слышите. Кляцает немножко. Ну, внизу уже остается нас 300 метров. И по факту все трасса готова. Надеюсь, что к моменту, когда вы уже будете смотреть это видео, она будет в принципе готова. Потому что, как вы понимаете, все мы выкладываем не день в день, а я затупливаю мальца. Мы уже пробились прям до трассы спутник. Сейчас мы идем с шейпом сначала экскаватором. Потом ребята, наши шейперы, будут все это делать вручную. С какими трудностями мы столкнулись? Ну, сейчас начинается дождь. И это не очень хорошо в плане строительства контрол. С одной стороны, грунт достаточно хорошо будет крамбоваться. Но мы слегка не успеваем его полностью разровнять. Если грунт будет мокрый, будет ровняться сложнее. Ну, а так в целом у нас все по плану. Трасса спутник зеленого цвета. Она была построена в 2018 году. Строилась она специально под одноименный подъемник спутник, который в данный момент летом не работает. Сейчас мы поднимаемся на подъемник Млечный путь, а спутник подъемник, к сожалению, закрыт. Я думаю, многие про нее не знают. Связано это с тем, что на зеленую трассу спутник можно было попасть только с красной трассы романтика. А это не всем дано сделать, особенно новичкам. Поэтому мы при прокладывании новой трассы ориентировались на то, чтобы подойти к ее старту, чтобы она у нас не простаивала и тоже радовала вас. На этом мы завершаем наш очередной эпизод нашего мини-сериала про строительство байк-парка. Надеюсь, вам было интересно. Приезжайте в гости, приезжайте в горы. Увидимся. Всем пока.